Когда мы подготовились к передаче, ты мне выслал линк на это новое видео Навального разоплачение о дачах Медведева. Я когда это смотрел, я думал, там лудовики французские отдыхают, там такая роскошь, там просто не представляешь себе. То есть это просто, там Трамп по сравнению с бедным родственник. То есть ты когда это видишь, зачем человеку столько роскоши? Я думаю, ну это же вообще фантастика. Ты знаешь о пирамиде Маслоу? Нет, но я надеюсь, ты мне сейчас объяснишь и просветишь меня. Дело в том, что есть очень известная в психологии вещь пирамида Маслоу, что человек проходит через разные стадии удовлетворения своих мотивов. Сначала первичные мотивы, еда, жилье и прочее, потом соревновательные мотивы, и потом с творческой самоактуализацией, как вершины этой пирамиды. Ты видишь творческое в этих дворцах? Нет, нет, так вот я скажу, я просто по личным наблюдениям, я общался в свое время с разными представителями политической элиты в России, как политический консультант, вот у них эта пирамида обрублена, просто верхушки нет. Они застряли на материальном потреблении. А как им проявить, что все хорошо и бизнес идет? То есть умственное не хватает. Не хватает? Творческой самоактуализации не нужна? Я когда это вижу, я всегда думаю, это должно было быть очень голодное, несчастное детство, чтобы стойко компенсировать. Возможно, в этом дело. Кто-то обиделись родителей. Они не додали любви. Ты понимаешь, в Советском Союзе вообще... Не было памперсов, не было каши в достаточном количестве. Не было туалетной бумаги. Не было туалетной бумаги, да. То есть что-то... Зато есть золотые унитазы теперь. Теперь, да, компенсируют то, что... Золотые туалетные бумаги, к сожалению, пока не производят. И они очень удобно, видимо, в пользовании. А может, там есть, мы просто не знаем. Не будем уже туалетной бумаги, потому что в Украине везде продрется туалетная бумага с изображением Путина. То есть мало ли какая-то спецподготовка для Медведева какой-то туалетной бумагой. Не удивлюсь, если он пользуется этой туалетной бумагой. Закупает в Украине и тайно в тикаря пользуется. Но с огромным удовольствием. Я думаю, Путину давно предложили, его отобрали бы. Но может, то, что мы это все видим, это реакция на то, что он использует эту бумагу. Но не будем догадки строить. И на самом деле, как ты думаешь, почему Навальный это может делать? Это очень профессионально сделано. Сейчас уже очень много слухов и догадок о том, что это может по заказу, что может и будет... Дело в том, что Навальный вообще классный парень. Я его знаю лично. И довольно высокое мнение о нем. И как о человеке, и как о профессионале. Он, конечно, сделал большое дело. Вот этот его конгломерат расследований, которые он проводит, это абсолютно беспрецедентная в России вещь. На высоком уровне, профессионально, честно. Причем он не скрывает, например, что Путин не меньше вор, чем Медведев. И как бы он бьет по всем башням Кремля и по всем олигархическим группировкам. Нет такого, что он одних там хвалит и других ругает. Но, безусловно, в той системе власти, которая сейчас есть в России, невозможно как бы существовать вне той политики, которую осуществляет администрация. Вот именно как-то он... А то он сидел недавно уже. А то бы он давно сидел бы, безусловно. Вот именно в местах, местон отдаленных. Да, или бы еще чего хуже бы с ним произошло. Ой, не дай бог, типунтиный язык. Да, типунтиный язык. Вот. Дело в том, что его работа, безусловно, в какой-то степени выгодна Путину. Несмотря на то, что она честная. Вот, вот, это мне именно интересно. То есть тут мы вас вращаем за туалетной бумагой, но не будем про это. То есть, ты говоришь, что это выгодно Путину? В какой-то степени. В какой-то степени. И зачем ему выгодно эта мочиловка Медведева? Медведев маленький, безобидный, ничего не делает. Там пушистый, сидит, никому вред не наносит. Там своими гаджетами радуется, когда жена не пьет его. И есть такие слухи, но мы свечку не держали. Но зачем ему Медведева? То он-то ему совсем не опасный. В чем дело? Почему Путину, в какой-то степени, я подчеркиваю, выгодна деятельность Навального по разблочению коррупции? Она парадоксальным образом сплачивает коррупционеров вокруг Владимира Владимировича. Он для них... Порока, как бы. Да, круговая порока. Все чувствуют, что они неуязвимы, что их прямо в любой момент... Только он нас может. Он только может их защитить. Только он гарантия. Он страхом же правит. Правит. А ему этот страх нужен. И если, не дай бог, даже Медведев себя чувствует слишком уверенным. Да, безусловно. Ему нужны не просто слуги, а абсолютно зависимые слуги, которые чувствуют свою незащищенность, уязвимость. Смотри, это очень интересно. Потому что Сталин же пугал своих тем, что он их жен зажал. То есть у Калинина жена сидела, у Молотова жена сидела. Так что то, что для Сталина были жены своих соратников, это для Путина Навальный, так сказать. Нет, это не знаю. Но фактор устрашения, фактор держания их под контролем. В какой-то мере, да. В какой-то мере, да, безусловно. Но я все-таки бы еще раз заступился за Алексея. Безусловно, он работает абсолютно честно. И, безусловно, он в какой-то степени пользуется этой ситуацией. С одной стороны. С другой стороны, его, конечно, прессуют. Нельзя сказать, что его совсем не прессуют. У него сидит брат. Вот скорее, как бы, тут в качестве жены врага народа выступает его брат врага народа Олег. Путин с двух сторон, он и Навального тяжет, и своих отцов. То есть, с одной стороны, он ни в коем случае не хочет, ни в коем случае, чтобы Навальный слишком почувствовал себя свободным, чтобы он стал реальную возможность доступа к СМИ получил, и так далее. Он его, как бы, прессует. Но, с одной стороны. С другой стороны, и использует. Это вот такая двухходовка, типичная для администрации президента. Сталин гордился бы таким правнуком, который так хорошо играет, как бы, по этим всем, на этой скрипке, еще инструментами 21 века. То есть, это... Но не только Сталин гордился бы, может. Потому что у нас сейчас, на этой неделе я писал статью для немцев, и они очень удивились. Новый опрос Центра Левады. В этом новом опросе выясняется, что самая большая гордость для русских, естественно, победа в Великой Отечественной войне. Но второе место уже не освоение космоса, как это раньше было. Но Путин обогнал Гагарина. Представляешь себе, теперь эта оккупация, вернее, восвращение на родину Крыма, больше предмет гордости для русских, чем освоение космоса, это опрос Левады и Центры. Что там происходит? Я думаю, что нынешнее поколение, как бы, молодых россиян, она воспринимает Путина примерно, действительно, как некого Гагарина. Почему? Потому что пропаганда вся... Что у близкого роста, может быть, поехали, поехали. Много сидят, мало делают. Нет, их больше объединяет то, что они, как бы, герои, которые лепят пропаганду. Точно, да. Огромное количество ресурсов брошено на раскрутку Путина. А вся история с Крымом, она беспрецедентна, наряду с беспрецедентной пропагандистской кампанией в начале 60-х по поводу советских исследований космоса и космических успехов. Это как бы две беспрецедентные кампании. Поэтому выход в космос и захват Крыма воспринимаются, как сопоставимые по значению, по предмету для гордости вещи. Путин – это Гагарин сегодня, так сказать. Просто Гагарин плохо кончил, кстати. Путин одновременно и Сталин сегодня, и Гагарин сегодня. Смесь Гагарина и Сталина. Да, с одной стороны, он действительно герой поп-арта, вот как Гагарин или Мерлин Монро, Путин. А с другой стороны, он жесткий, жестокий, хитрый, коварный и кровожадный политический деятель, как Сталин. Типа осторожнее, такие вещи, говоришь, в Россию тебя уже не пустят. А я в Россию и так не могу приедет. Так уже не въедешь. Ты смотри, на паспортном контроле могут возникнуть неприятности, Игорь. То есть, это… Если что скажешь, то Райд Шустер тебя одержал, как бы, за гальстук и вынудил такие вещи говорить. Тогда меня на дольше посадят, если я буду на тебя ссылаться. То есть, скажешь, что не знаешь. Еще добавят 15 суток за общение с Райд Шустером. Спасибо, спасибо. Там еще более интересные тоже были другие факты. Например, только 4% русских стыдятся за то, что Россия старается другим странам навязывать свой строй насильно. Почему только каждый 25-й русский, при этом из 5-ти… Ты из тех 25-ти… Ты как раз тот 25-й, я думаю. Почему вас так мало, Игорь? Да дело в том, что такие, как я, они вообще обычно не отвечают. Во-первых, многие уехали, а те, кто остались, они в большинстве… Я как практикующий социолог, могу сказать. Они не отвечают на опрос социологов по разным причинам. Они клубку бросают и поселяют их подальше. Обычно социологи сейчас по квартире находят. Ты же социолог у нас, ты же сам этими опросами занимается. Я напоминаю вас, что Игорь, извини, что перебиваю, что Игорь сам работал долгое время в ЦИОМе. Это то, что… Не только в ЦИОМе, и по-другому. Ну, не будем о том, какое отношение иметь в центре Лаваде, но ты можешь из кухни рассказывать. Игорь это все знает не по наслишком. Ну да, ну вот при по-квартирных опросах люди работающие, интеллигентные, занятые, чаще всего не отвечают социологами. Кто им отвечает? Делом заниматься. Они делом надо заниматься. Они делом надо заниматься. Я делом занят, такой опрос. Сидит там бабушка, им звонят, сидит бабушка. Бабушка приходит, а социологам нужно соцдемо-характеристики соблюсти, чтобы были не только бабушки-старушки, но и там молодежь. И бабушка отвечает за себя, за зятя, за дочь, которая на работе. А социологи радостно заполняют эти анкеты и сдают их в свою организацию исследовательскую и получают за это деньги. То есть русские опросы по сравнению с немецкими опросами тоже, что «Жигули» и «Мерседес». Ну, примерно, да. Тогда ты меня и успокоил насчет того, что согласно этому опросу почти столько же людей стыдятся за террор Сталина, 22%, как за перестройку. Я когда это увидел, я вообще своим глазом не верю, как это, да, что почти от одинакового количества людей стыдно, что Сталин там убивал миллионов своих людей. И действительно, что Горбачев начал перестройку. То есть это только можно утечиться тем, что ты говорила, что опросы, что бабули там отвечают. Ну, знаю, в значительной степени. Я, конечно, не абсолютизирую это отвечать, не только бабули. Но это меня не удивляет. Почему? Потому что для... Сейчас же российская пропаганда создает такую историческую картинку. Да. Там, значит, есть такой ряд хороших вождей народа. Да. Ну, почти как при Сталине было. Иван Грозный, Петр Первый, Сталин, Путин. Прямая линия, только красавцы. Красавцы стоят. Да, да. Есть даже такие пропагандистские листовки там, где Путин восстановитель. А те, кто как бы воспринимается как некие революционные лидеры, которые не проводили вот эту такую ультраимперскую консервативную политику, а что-то меняли, демократизировали. А это все агенты Запада. Лиштяк. Да. В общем, плохие люди, как редиска. Как в одном фильме сказано. Поэтому и популярность соответствующих персон исторических, и поэтому такой результат опросов. А, поэтому. То есть ты меня, ты меня утешит все-таки тем, что это бабули. Ну, не только, не только. Узких бабуль. Только, не только. Еще такая новость, которая меня поразила, и немцы этому не видели особое внимание. Это тот мини-рейхстаг, который строится, и на котором молодежь может тренировать, как бы штурмовать рейхстаг. Если себе это обратно представить, что в Берлине, да, где-то строили мини-Кремль, и немцы штурмуют Кремль. То есть даже это в голову не возьмешь. Зачем это? Что за этим стоит? Это за этим стоит... Маленький любовный привет Меркель, да? Две вещи. Две вещи. И, может быть, маленький любовный привет Меркель, с одной стороны, но с другой стороны, еще более важная вещь, это государственная религия культа победы в Великой Отечественной войне. Это абсолютная религия уже сформировалась, а любой религии нужны какие-то культовые действия, культовые сооружения, жертвоприношения. Слава богу, что они еще на этом макете Рейхстага не устраивают какие-нибудь жертвоприношения немецких воинов, пленных, ритуальные или что-то там вроде. Ну, больные люди, абсолютно. Вот тут маньяки, так что ничего удивительного.